Здравствуйте, дамы и господа! Я Роман Головин. И сегодня мы с вами будем беседовать о радиоле розовой. Такое растение очень интересное, схожее по своему составу с женьшенем. Это растение, оно произрастает в таком прохладно-холодном климате. Даже в Арктике может встречаться, в Заполярье, на Алтае произрастать может, в Сибири, на Дальнем Востоке, Запорожье, в Карпатах даже встречается. То есть ареал, в принципе, такой достаточно богатый. Это растение травянистое, многолетнее растение, растущее не выше полутора метров. Растение имеет толстые и мощные корневища, мясистые корни. Вот из-за мясистых корней как раз оно нам очень интересно. Также на прямо стоящих стеблях располагаются чашевидные листья, так называемые, которые наверху стебля окрашены в темно-зеленый цвет. Наверху стебля находится верхушечное соцветие, так называемое. Листья растения сидячие, могут быть формой эллипса или продолговатой. На краях листьев имеются такие неравные зубцы. Другие цветки радиола являются однополыми. Желтые некрупные цветки растения собраны в такое соцветие, щитковидное так называемое, однополые они. Плод радиола листовка, который имеет красный и желто-зеленый цвет. Это растение, оно очень полезно. У него такое огромное количество свойств, что перечислить, наверное, я даже сегодня их не смогу. Но попытаюсь, конечно, перечислить основные свойства, которые воздействуют на организм человека. Я считаю, что такие растения мы должны знать, тем более, они проразрастают на территории нашей страны. Проводится, опять же таки скажу, очень много различных исследований, проводятся и получаются очень интересные данные. Если, допустим, американские солдаты проводили исследование в течение 10 лет, хотели выяснить, повышают ли силу радиола розовая. Оказывается, что не повышают силу. Я также заметил, что большинство различных трав, они очень сильно повышают выносливость, но силу не повышают. То есть, тот же джиншень, та же сода, например, та же радиола, про которую я сегодня рассказываю. То есть, да, выносливость реально повышается во много раз, а вот сила, к сожалению, не повышается. То есть, многие, конечно, бы, наверное, хотели иметь большие мышцы, большую силу, но в природе, видите, к сожалению, не задействованы такие большие мышцы и нет смысла иметь. Все-таки природа считает, что бегать, наверное, быстрее нужно, быть более выносливым, чем иметь какие-то огромные мышцы. И не мочь быстро бегать, стоять и поднимать какие-то тяжести – это не приоритет. Все-таки приоритет – это быстрые движения, легкость, небольшой вес тела. Вот такой приоритет. В свое время это растение, оно было истреблено почти везде. Люди, которые начали его собирать, они в природе практически везде его собрали. Осталось очень мало. И в связи с тем это растение было занесено в Красную книгу. Сегодня это растение пытаются разводить, выращивают спокойно, да, в промышленных масштабах. Ну, не в таком, конечно, количестве, как хотелось, да, пытаются восстановить. Есть данные, что нужно 15-20 лет, чтобы это растение полностью восстановить на территории Российской Федерации, в других странах. То есть сейчас, конечно, уменьшилось количество этого растения. Корни могут достигать 2,5 килограммов, корень похожий как на руку, с пальцами, очень интересно, да. Это растение, оно очень полезно, там очень много различных средств. В корневище радиолы розовые находятся большое количество дубильных веществ, эфирное масло, различные органические кислоты, щавелевые в том числе, лимонные, яблочные, янтарные, галловые кислоты, сахара, белки, жиры, воски, третичные спирты там есть, гликозиды, флавоноиды, большое количество марганца. Также обнаружены микроэлементы, такие как марганец, серебро, цинк, медь и другие. То есть, конечно же, сейчас все я не смогу перечислить, во-первых, еще мы не знаем до конца, что там внутри находится, просто во всех статьях, во всех книгах написано одно и то же, до конца не исследован, до конца не исследован. То есть, в принципе, можно взять любой фрукт или овощ, да, и я могу вам точно сказать, что он до конца не исследован, потому что мы даже не знаем, что там внутри находится, очень много различных компонентов, кислот различных, которые сегодня, мы даже не знаем этих названий, каждый день какие-то новые микроорганизмы находятся и появляются. И в ченнелингах также мы смотрели, будут новые заболевания появляться в ближайшее время, что будет новым открытием, естественно, для ученых, и каждый раз возникает все больше и больше вопросов. А корень радиола, да, когда пробуется на вкус, во-первых, запах у него такой, как характерный запах розы, отчего и произошло название радиола розовая. Если попробовать на вкус, корневище, то оно горьковато вяжущее такое, да. Естественно, радиола, она обладает огромным количеством свойств, воздействует на центральную нервную систему, воздействует на ядра гипоталямуса, и поэтому в связи с этим оно возбуждает нервную систему, увеличивает работоспособность, также можно использовать работникам умственного труда, но не рекомендуется больше пяти дней подряд использовать, потому как все-таки опустошает ресурсы организма. То есть она мобилизует все ресурсы организма, но, естественно, организм уже не железный, и поэтому после пяти дней использования желательно одну неделю сделать перерыв. И потом можно заново. Используются как и водные настои, используются как и спиртовые, и водочные настои, и в сухом виде, и отвары. То есть очень много различных средств, и экстракты также делают. Сейчас я не знаю, правда, делают ли различные БАДы. По-моему, наверное, делают, но и в небольшом количестве. И я специально не интересовался этим вопросом, потому что у нас в стране точно такого нет. Также способствует очень выделению желчи, улучшает умственную способность, как я уже сказал. В корнях растения содержатся вещества, которые применяются для остановки кровотечения. Очень важный компонент. Способствует выработке эритропоэтина, насыщению кислорода кровью. То есть очень такие свойства, схожие с женьшенем. По многим показателям, радиола розовая, она превосходит женьшень. И превосходит также другие известные травы, такие как элиотерокок, левзею, оралию. То есть это тоже очень полезные травы. Может быть, в будущем я о них тоже буду рассказывать. Радиола розовая, она очень оказывает хорошее, превосходное просто действие на организм человека. Оно воздействует практически на все системы человека, короветворение, восстанавливает силы после большого переутомления. Есть такой синдром хронической усталости, очень хорошо выводит из этого состояния. В то же время является как успокоительное средство. И также можно его использовать для улучшения памяти, внимания, остроты зрения, улучшения слуха, что очень важно. Многие, например, спортсмены, какие-то люди, которым нужно повысить зрение, например, слух улучшить. Улучшает трудоспособность, самочувствие общее, естественно. Что очень важно, расщепляет жировую клетчатку. Ну, я бы, конечно, наверное, не рекомендовал постоянно использовать радиолу розовую для похудения, потому что все-таки оно будет мобилизировать весь организм, и поэтому всегда будут определенные побочные эффекты при длительном применении. Также воздействует, благотворно активизирует функции щитовидной железы, также воздействует на желудочно-кишечный тракт, устраняет малокровие, и очень важно, также влияет на импотенцию. Но, опять же, повторюсь, те, кто, может быть, не смотрел мои предыдущие лекции, не знаком со мной, не знаком с информацией на моем канале, скажу одно, если мы не будем работать на внутреннем уровне, на тонком уровне устранять проблемы, да, психосоматические, так сказать, заболевания, метафизические, кто не знает, можете посмотреть в интернете, что это такое, пока мы не будем работать с этими вещами, никакая женьшень, радиола розовая, там, сыроедение, она до конца не вылечит ни бесплодие, ни импотенцию, да. Любое заболевание, оно образуется на тонком уровне. Пока мы его там не уберем и не будем с ним работать, будь то выпадение волос, болит спина, колени, какие-то боли, все на тонком уровне возникает. Как мы только начинаем работать на тонком уровне, все это проходит. Вот я вам гарантирую, я на себе 5 или 6 таких вещей проработал, это все ушло без всякого питания, к сожалению, сыроедение, оно может только останавливать вплоть до опухоли и так далее, но полностью не излечит, пока мы не начнем над собой работать. Сыроедение, когда вы садитесь на сыроедение, переходите, оно изменяет ваши мыслительные процессы, да, повышает вибрации, да, другие энергии начинают преобладать в теле. И вы мыслить по-другому начинаете, и только из-за этого вы можете вылечиться. А само сыроедение, как таковое, оно просто может приостановить. Итак, возвращаемся к радиоле. Может применяться при плохом аппетите, нарушении процессов обмена веществ, различного рода воспаления. Также применяет как жаропонижающее, противоаллергическое средство. При хроническом радиационных поражениях, что очень важно. Кстати, давно было замечено, и в Советском Союзе давно при повышенных дозах радиации его применяли. Можете иметь в виду. Также воздействует на легкие, при туберкулезе, кожных заболеваниях, переломах костей. Оказывает общеукрепляющее действие. Способствует выработке эритропоетина, то есть воздействует на кровь. Можно очень много говорить. Очень интересные трава, так называемые, корни, останавливают кровотечение. Очень интересно, можно и детям, а также накладывать, и не только внутрь применять, но и наружно можно его применять. Что способствует его более широкому распространению. Повышает артериальное давление, заметно улучшает работу сердца, стимулирует выделение желчи. Также, как я уже сказал, это успокаивающее средство, тонизирующим эффектом обладает также. То есть, видите, она как является стабилизатором. То есть, если у человека какие-то процессы втуле в другую сторону перевешивают, то оно все-таки стабилизирует. Обладает противовирусным, общеукрепляющим действием, противоопухолем, антибактериальным средством, как антиоксидант является, антидепрессант, жаропонижающий, противовоспалительный. Видите, очень много различных средств у него имеется. Также он может бороться как со стафилококком, гонореей даже, есть данные. Очень много существует рецептов. Некоторые рецепты я постараюсь выложить внизу в видео, в ютюбе посмотрите, чтобы не записывать. Сок, например, радиолы розовые, обладает ранозаживляющим действием, воздействует на кишечник, улучшает перистальтику. Очищает кишечник. Можно использовать в домашних условиях. В основном используют корень, измельчают корень, кладут, допустим, на литр воды, в термос можно положить. Температура до 50 градусов, не рекомендую кипятком заливать, кто не знаком с моим подходом. Все, что заливается кипятком, все это убивается большинство и уже не будет полноценно работать. Лучше, конечно, до 45-50 градусов любую траву сухую, либо корни какие-то замачивать. Пускай немножко будет подольше, но в районе часа в термосе, 45-50 градусов. И потом уже можно использовать по 2-3 раза в день, по 1 столовой ложке. Также в практике используют спиртовые водочные настои, радиол. Но я не советую своим пациентам, кто ко мне обращается. Вообще используют спиртовые водочные растворы, мне они не нравятся. Одно лечите, другое калечите. Постоянно попадание в организм спиртовых растворов в печени вырабатывается каждый день около 30-40 миллилитров эндогенного спирта. Когда постоянно начинает попадать в организм спирт, количество нашего начинает уменьшаться. Продуцирование уменьшается. То, что не есть хорошо. Ну, по поводу алкоголя, это отдельная тема. Я уже в некоторых видео говорил свое отношение к алкоголю. Те люди, которые злоупотребляют алкоголь, всегда будут оправдываться, искать причины, почему это полезно делать. Потому что врачи бестолковые начинают говорить, что это нужно пить. Потому что все так говорят. С красным носом, когда сидит какой-то врач, и начинает рассказывать, что надо вино пить. У нас такие пациенты в отделении были, когда я работал. Я знаю, что происходит от вина, что случается. И нос растет, и моделунг, так называемая болезнь моделунга образуется. Особенно те люди, которые в Молдавии живут, любят вино. То есть это все понятно. Когда рассказывают, что чуть-чуть надо выпить, и все будет нормально. Не будет нормально. Наши предки никто не пили. Все вот эти названия, водка, это совершенно другие названия были. К спиртовым растворам никакого отношения не имеют. Ни вино, ни водка, это не были спиртовыми алкогольными напитками. Никогда. Можете почитать в интернете. Сейчас есть уже такие статьи, стали появляться. То есть нас опять обманывают. Очередной раз. И врачи обманываются, и многие люди обманываются. Также можно применять различные водные растворы, о которых я уже говорил. При бессоннице можно ее применять. Также повышенную температуру тела нормализует. Есть, конечно, противопоказания определенные. Как обычно, нельзя применять кормящим матерям, беременным женщинам, детям. Потому как их организмы находятся, особенно детские организмы, в период роста. Материнские организмы, они очень чувствительны в этот период. Это может повлиять на детей, естественно. Поэтому, как обычно, не рекомендуют использовать. Также не рекомендуют использовать за несколько часов до сна, так как они могут возбуждать нервную систему, нарушать процесс засыпания. И так далее. Постараюсь под видео оставить некоторые рецепты. Заканчиваю эту видео-лекцию. Думаю, информация была для вас полезна. Может, некоторые даже не слышали о таком растении. Многие люди, они у себя на огородах ее сейчас выращивают. В интернете я даже нашел, что многие продают. Даже можно не заморачиваться. Найти контакт с этими людьми. И просто покупать понемножку и использовать в своем рационе. Кстати, вот спортсмены используют, не сказал, перед тренировкой, для повышения тонуса мышечной системы. Но, опять же, повторюсь, постоянно нельзя использовать, потому что истощает организм. Итак, спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. Увидимся в новых видео. Всем пока.